всем здарова всем привет у нас продолжение рубрики вопрос-ответ и пока едем в тазу решили поотвечать на ваши вопросы вопрос первый вопрос задает тигран саркис девушка делает какой-нибудь косяк где-то делает наперекор моему мнению я иду в небольшой игнор игнор о не пошел гулять не пишу важно откуда это мне сразу начинает говорить что обижаюсь как маленькая девочка якобы зачем тогда все продолжать если я себя так веду как тогда действует в подобных ситуациях если ты гасишься и вместо того что если тебе что-то не нравится сразу пресечь это поговорить об этом объяснить последствия то есть как-то ультимативно неважно как то есть нужно это озвучить да то есть вместо этого ты просто выбираешь сбегать и игнорировать кто вообще вас научил но вернее знаю кто вас научил игнору то есть этот человек который засрал мозг большому количеству недалеких людей в чем суть то что по его логике видимо любую проблему в жизни можно решить игнором не знаю нет денег буду игнорировать эту ситуацию там девушки что-то там не так делают буду игнорировать ты про страусы им расскажите грант ну да это по сути как метод страуса когда есть какая-то проблема страусы тебя делает голову в песок но вся проблема в том что задница торчит все равно и эта проблема в любом случае от имеют так или иначе и ты это я так думаю уже убедился распишешь что иду в небольшой игнор но толка от него получается нет раз тебе говорят что ты как маленькая девочка в принципе правильно говорит если ты считаешь что идут наперекор твоему мнению и твое мнение обоснованное ну значит нужно этот вопрос решать или туда если она считает твое мнение недостаточно для нее убедительным и будет делать так как она хочет ну значит надо определяться тебе это та девушка с которой тебе стоит что-то продолжать или нет но есть другая еще сторона нередко бывают такие случаи на консультациях не раз выяснялось что на самом деле ваше мнение нередко бывает какое-то это даже не просто тупая прихоть какая-то каприз какой-то каприз у которого нет никакого логического обоснования абсолютно поэтому когда те говорят что как маленькая девочка я присоединяюсь мнению этой женщины даты как маленькая девочка потому что как бы взял как бы и заигнорил то есть это это что должно вызвать у человека чувство осознание какого-то что блин как я была не права но заигнорил заигнорил сиди дома тогда никуда не выходи не нравится решайте проблему сразу и решать проблему это значит не запираться дома это значит идти на какой-то конфликт даже если нужно и отстаивать свое мнение это ключевое таких мужчин женщины хотят любят ценит и так далее таких мужчин которые от проблем пытаются куда-то спрятаться они никому не нужны все очевидно дальше у меня такой вопрос у тебя у меня встал вопрос стал вопрос как перестать бояться того что я познакомлюсь с какой-то девушкой влюблюсь в нее и не смогу ее бросить боясь начала отношений я боюсь начинать отношения с девушкой потому что могу влюбиться в нее или она как окажется какой-то неподходящий но я к ней привяжусь и мне будет трудно от нее уйти как научиться не привязываться к девушкам чтобы точно знать какая бы она ни была классная красивая я к ней подойду познакомлюсь по встречаюсь у нас будет секс все я уже но если мне что-то не понравится я от не уйду возможно возможно вопрос у меня детский и тупой нож простите это единственный вопрос у меня в голове на мой взгляд я знаю да то есть вопрос и детский и тупой да то есть он скорее не тупой это ты сам себе ну и нам соответственно пытаешься задать вопрос который не ключевой он к делу не относится как бы это типичная распространенная проблема большинства мужчин там с которыми мы работаем то есть вместо того чтобы посмотреть ситуации прямо в глаза да то есть признать правду ты просто банально не знакомишься не подходишь тебе страшно подходить познакомиться даже вот с этого начнем ты начинаешь потому что признать это это же как это же неприятно да для многих что да я боюсь ясу подходить знакомиться я не знакомлюсь там и так далее вот и вместо этого ты начинаешь как и многие другие начинают придумывать какие-то изощренные способы вот типа вернее объяснить себе почему ты это не делаешь так на самом деле я боюсь того что я потом привяжусь и так далее вот это также глупо как боятся купить себе ну вернее у человека нет машины нет денег на машину он это зачем мне машина ну потом же надо будет заправлять а вдруг угонят понимаешь а в аварию а вдруг авария да вдруг может быть там налог на машины там прибавят два раза понимаешь вместо того чтобы сказать чувак тебя просто нет денег иди заработай деньги купи себе машину а это всего мы то есть и это очень удобно оправдывать свое бездействие говорить себе что на самом деле я боюсь там что я влюблюсь не влюблюсь и так далее есть что сказать эти грады нет ну по сути ты все уже сказал но здесь нужно понимать четко боишься ты не влюбиться ну то есть что плодаться до что плохого в этом если примеру это же хорошее чувство относительно но уметь его контролировать да это другой вопрос но если бы у тебя не было такой зависимости от женщин скорее всего мы смеем предположить что а может быть даже утвердить не знаю что у тебя с женщинами не все так даже гладко это наверно слишком до такой большой ну короче если бы я сейчас задал тебя на консультации встречный вопрос когда в последний раз ты подходил и знакомился с девушкой где-то на улице ты бы я на тысячу процентов в эндом сказал ноль раз не знаю там год назад и так далее вот научись для начала задавать себе правильные вопросы и не врать самому себе то есть если ты очкуешь знакомиться то есть ты не можешь создать себе выбор логика проста если у тебя будет какая-то девушка которая там ты не можешь там с ней расстаться хотя она тебе не нравится если бы у тебя был выбор из какого-то количества достойных классных девушек вряд ли ты бы как бы сильно переживал с какой-то одной сколдану ее в жопу мне не нравится на самом начальном этапе ты сказал я пойду с другой потому что в этой мне не нравится тот этот все все очень просто если бы у тебя были деньги для того чтобы купить себе дорогой хороший качественный автомобиль ты бы вряд ли как в этом себе отказал а когда у тебя нет возможности ты ездишь он на ладе гранте или как там ее как бы и вынужден да там она ломается вынужден там ее все время чинить что-то с ней делать вот и в этот момент нужно признать что блин просто я не зарабатываю столько чтобы купить себе хороший автомобиль а большинство людей что делать да нет я просто патриот у меня мне нравится отече зачем мне это иномарка там налоги какие-то еще платить то же самое но в случае с деньгами с автомобилем все гораздо сложнее обстоит с женщинами решить вопрос намного проще ты можешь это сделать течение недели там 10 дней поэтому счете надо сделать и надо признать что боишься ты не последствий тех о которых ты сказал боишься того что ты просто не можешь подходить знакомиться там не знаю заинтересовывать приглашать на свидание то есть у тебя элементарно нет выбора только из-за твоего страха если ты не можешь самостоятельно то у меня для тебя есть вот именно сейчас именно для тебя персонально лучший выход из ситуации то есть я решил повторить марафон шамшурин всегда рядом который мы делали феврале он стартует 18 июня и продлится 10 дней до 27 июня каждый день я буду голосом надиктовывать тебе лично эти задания очень легкие очень максимально простые которые может быть любой мужчина там от 18 до 55 в любом городе плюс всесторонняя поддержка с нашей страны и плюс самая главная фишка марафона что мы с тобой можем созваниваться по видеосвязи и я буду фактически находиться с тобой рядом из всех способов как я могу помочь тебе на расстоянии этот самый максимально эффективный который зарекомендовал себя уже в прошлый раз очень много довольных людей то есть если ты не можешь приехать на живое мероприятие приходи на марафон который в онлайне ты можешь проходить его в любом городе для этого не надо уходить в отпуск что-то менять свою жизнь то есть это все встраивается в твою привычную жизнь если бы не можешь самостоятельно welcome я с удовольствием тебе помогу ссылка здесь под видео продажи будут всего три дня с 15 по 17 число открыто потому что количество мест ограничено стартуем 18 10 дней за которые ты познакомишься с максимальным количеством самых классных девушек своего города и даже пойдешь с ними на свидание после этого отпадет это боязнь кого-то влюбиться да то есть ты перестанешь себя обманывать хотя бы это уже большой плюс дальше вот привет если я рассматриваю каждую девушку потенциальную жену то нормально ли задавать ей вопросы касаемые отношений до меня спрашивать про ее семью отношения в семье на первых двух встречах чтобы для себя хоть примерно понять какая она и или лучше не пугать ее сразу такими вопросами и разговорами что ты носишь я в двух словах скажу как бы если ты технично тонко это будешь преподносить то вряд ли ты испугаешь то есть это ну правда на твоей стороне у тебя серьезные намерения во вторых надо наверное все таки с помощью наблюдения и некой беседы с ней выяснять взаимодействие с ней то есть ты за один-два раза не выяснишь все что тебе нужно и самый главное чтобы ты понял что надеяться на то что человек скажет тебе правду все как было в прошлых отношениях но это крайне неумно потому что если у нее там какой-то был косяк ну не знаю она там может быть изменяла своего мужа там вела себя как-то плохо и так далее это вряд ли она тебе сейчас об слушать да я изменял ему там направо и налево с армянами вот и как бы а в целом все нормально то есть ты это хочешь услышать опять армяне виноваты поэтому мое мнение что вряд ли она наверное скажет то есть вряд ли в этом есть какая-то логика тоже правду ты все равно не услышишь ну да здесь как бы если ты ничего плохого не что там задаешь какие-то вопросы но ответы на них ты должен подтвердить по ходу и вообще общение с ней то есть как воу сказал вряд ли она тебе будет рассказывать то в чем она там где у нее там какие-то грешки есть вот но по ходу веса там про ее семью почему нет но опять наоборот ее может спугнуть то что ты не знаешь человека и пытаешься рассматривать уже что-то серьезное так не бывает если ты так рассматриваешь каждую девушку то есть большой шанс что ты ошибешься что тебе покажется этими расспросами услышать те ответы которые тебя будут устраивать и все сделаешь свой выбор нет делай свой выбор основывайся только на фактах а факты всегда только в действии на словах как это лев толстой на деле может быть кем угодно поэтому прежде всего смотри как она себя ведет как относится к тебе на в действиях местным на словах да тут у нас разбор в инстаграме недавно был когда он говорит это она добрая и заботливая как чайная человек там два-три она заботливая добрая умная там вот эти фантазии почему потому что она вам нравится внешне она вас привлекает как женщина но этого недостаточно чтобы она стала вашим там женой и так далее следующий вопрос так следующий вопрос такой есть блогеры которые снимают свидания с чсв девушками складывается впечатление что большинство девушек такие как выбрать себе девушку для жизни и не ошибиться кстати мы частично ответили на этот вопрос предыдущим ну как бы я щас в словах скажу что я не знаю кого вы смотрите вот эти все блогеры ну то есть как бы блогера на той блогеры чтобы снимать всякую хуйню вот как бы которая бесполезна я думаю для того чтобы просто собрать хайп есть они приглашают туда этих девушек либо заранее подготовленных либо как-то но не суть то есть если ты видишь как кто-то проводит на ютубе свидание с какими-то женщинами которые ведут себя мягко говоря неадекватно это потому что это не значит что все девушки такие потому что если там была нормальная адекватная девушка ну логика элементарная простая то вряд ли ты бы стал это смотреть потому что это не хайп ты же знаешь что все такое что связано с телевидением с интернетом оно основано на хайпе чем больше говна тем больше люди это смотрят к сожалению это так поэтому я бы не стал на это ориентироваться понимаешь у тебя впечатления складываются не собственного опыта да как бы из того что ты делаешь по жизни с чем ты сталкиваешься с какими девушками а из того что вместо того чтобы пойти начать знакомиться ходить на свидание понять что девушки как минимум разные да есть чсв есть там свч там не знаю печь такая например вот есть еще какие-то но они разные и как это понять только общаясь с этими женщинами ты сидишь вместо этого смотришь 5 ютубе какую-то плевотину и на основании этого складываешь свои впечатления также смотреть какие постоянно криминальные новости я думаю что походу все ужасно в этом мире лучше из дома не выходить у меня плану так и такое впечатление создаться да ладно но ты должен в этом убедиться сам зачем эти люди какие-то выйди на улицу и посмотри так да есть моменты которые и люди разные по очередной теоретик тебе не надоело вот сидеть и складывать свое впечатление на основании какой-то хуйни который ты увидел в интернете может и жить начнешь уже а не складывать свои впечатления там непонятно из чего если я сейчас включу не знаю там мус тв какой-то увижу как маргенштерн там блевотину свою выкрикивает не знаю у меня должно сложиться впечатление что мир сошел с ума как бы и все 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 блять уже перевернулось ног на голову что все вокруг артисты ебанаты нет я считаю что как бы можно просто выключить это не знаю найти ту музыку которая тебе нравится и складывать впечатление то которое тебе выгодно складывать а не то которое тебе сейчас пытаются навязать вместо того чтобы складывать впечатление из чьего-то опыта и опять же скорее всего фиктивного и не нереального потому что это все постановочные кадры обязательно пойди на улицу и не знаю начни знакомиться с девушками лето женщины также хотят внимание общение когда все то же самое ничего не изменилось и они также разные есть хорошие есть плохие есть веселые есть грустные есть разговорчивый есть неразговорчивый есть абсолютно раз и это единственная возможность для тебя как бы сложить собственное впечатление поэтому ты хотел сказать что тигр опять же момент который мне непонятен человек основывается должен основаться на своем мнении не на чем-то на своем а свое мнение она будет когда ты на практике увидишь так это или нет если я сейчас выйду скажу вот меня там кто-то избил он был синими волосами у меня вкладывать впечатление что все кто с синими волосами они какие-то но нет тигран так и так по поводу людей с волосами складывается впечатление что они какие-то ну хватит вот этот бред короче вместо того чтобы засирать себе голову просмотром видео вы ползайте на улице и знакомьтесь с красивыми девушками и создавайте свое личное впечатление если не можете сделать это самостоятельно то лучший способ как я могу вам в этом помочь а чем вы можете воспользоваться это онлайн марафон практически 10-дневный онлайн марафон шапшурит всегда рядом с 18 по 20 июня и соответственно вы можете занять себе место на этом марафоне узнать все подробности здесь по ссылке под этим видео и кстати у тебя будет возможность эти впечатления или подтвердить или опровергнуть там ты уже точно на этот вопрос можешь ответить все вырубай